Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Я рад нашей новой встрече. Сегодня мы поговорим с вами о маленьких, но очень важных нюансах ухода за рассадой перца. Но это тоже касается и других растений, конечно, и томата, и баклажана. Ну, на примере перца, потому что он уже выскочил, замечательно растет. Сейчас я вам все-все-все покажу. И хочу буквально упомянуть несколько нюансов, которые могут быть очень и очень важны для вас в это самое время. Потихонечку набирает силу наша всякая разная рассада. Вот перчики своего сбора, смотрите, выскочили как замечательно. Вообще, надо сказать, что своего сбора перчики выскакивают очень-очень хорошо. Вот здесь вот в кассетах сидят 2-3 недельные перчики, таких, ну, коммерческих, да, сортов. Это то, что было куплено в магазине в пакетах. Ну, вот перец 24.02 здесь был посеян. И вот, смотрите, это, ну, трехнедельная от посева, считайте, рассада. Конечно, сеянцы разные, есть более сильные, есть более слабые. И очень хорошо видно, вот, например, зона отсутствия вообще роста. Это, ну, такие были семена. Ну, слушайте, ну, вообще ничего не взошло, просто ни одного семечка не взошло, и все. А в этой кассетке взошли почти все, да. То есть, вот есть кое-где пропуски, буквально немножечко, но это 100% схожести практически никогда нигде не бывает. Конечно, когда 5 семян в пакете, то схожесть 80%, например, меня совсем не устраивает. Но что делать? Мы в таких реалиях находимся. Что-то еще пытается кривенькое, косенькое до всходить, но вряд ли они дадут уже действительно хорошую рассаду. Итак, пару нюансов, которые я вам обещал рассказать относительно того, вот в каком состоянии рассада находится и какой уход сейчас может понадобиться и что вы можете наблюдать. Первое, что вам хочу показать, это вот такое вот явление, когда семенная кожура не полностью покидает вот эти семидольные листики, когда семидольные листики не могут оттуда вылезти. Нам в этом случае приходится какую-то более или менее грубую хирургию здесь применять, да, немножечко вот так вот их освобождать, чтобы все-таки дать шанс этому проростку вырасти в какую-то более-менее адекватную рассаду. Почему это происходит? Это происходит в первую очередь из-за ненадлежащей глубины заделки семян. С одной стороны, конечно, семечко может прорасти и на салфетке, семечко может прорасти и на поверхности почвы, но как раз пока семечко находится в почве, оно, вот эта кожура разбухает, она делается более рыхлой, на нее нападают, условно говоря, нападают всевозможные микроорганизмы, также триходерма. Но это все очень хорошо, потому что эта кожура размягчается, разрыхляется и нормально слазит с вот этих вот семидольных листиков. Если же здесь вот такое явление есть, это просто означает, что семена были заделаны на ненадлежащую глубину. Конечно, глубина заделки семян очень зависит от того, какой грунт. Если более тяжелый грунт, то семена должны заделываться помельче. Если рыхлый-рыхлый такой вот грунт, торфик, то, конечно же, можно это сделать и поглубже, потому что вот в процессе того, как семидольки выходят из земли, они там внутри освобождаются от этой семенной кожуры, просто они как чулок стягиваются и почва препятствует тому, чтобы эта кожура выходила на поверхность. В итоге мы имеем вот такие вот растопыристые нормальные сеянцы. Второй нюансик, о котором я хотел сказать, здесь может быть не очень хорошо видно, но к тому времени, вот примерно, как начинают вот эти семидольки выкручиваться как следует, здесь начинают, вот смотрите, вот тут вот эти вот гадости начинают летать. Об этих гадостях мы на канале говорили, но вот в этой стадии сеянцы очень-очень-очень уязвимы к личинкам вот этих неприятных насекомых, которые поселяются в почве и которые могут подъедать корни настолько сильно, что корни буквально перестают нормально справляться со своей задачей. Сеянцы делаются хилые, вы не очень понимаете, что происходит. Однако же происходит то, что они выедаются, эти корни, маленькие вот эти нежные корни, выедаются личинками вот этих самых мушек. Поэтому, конечно, я буду здесь сейчас очень срочно использовать проливы баверией, метаризиумом тоже, но баверией в первую очередь. Ну, а вы можете использовать весь тот арсенал средств, о котором я говорил, в одном из своих видео. Как всегда, ссылка на это видео будет в верхнем правом углу по нажатию на буквочку И или вот в такой информационной области вы можете посмотреть ссылку на это видео. Ну, здесь у меня еще есть сеянцы, вот такой вот ипомеи. Я ее здесь ращу специально для того, чтобы вам показать технологию выращивания кустовой ипомеи. Ну, а то, что я добиваюсь от своей рассады, помещаю ее в весьма бедную почву, это, конечно же, вот такого эффекта, когда еще настоящих листьев нет, а корень уже вот так вот вылез из горшочка. И вы там можете видеть, что там грунт бедный насыпан. И кормить, конечно, я свои сеянцы вот в этой фазе не собираюсь. И вам ни в коем случае не советую дайте корням полностью освоить вот эту всю землю, полностью субстрат. Если это только не голый песок, то там достаточно питательных веществ, чтобы обеспечить рост вот этих вот сеянцев до появления самых настоящих листьев. Поэтому никакой подкормки здесь делать ни в коем случае не надо. Ну и обратите внимание, то есть я выращиваю растения в разных вариантах. Вот там был торфяной грунт просто из пакета, а вот здесь вот я готовил на основе, там был грунт Двина, такой белорусский известный из пакета. А вот здесь вот я готовил на основе грунтов Живой Мир с добавлениями, как я вот делал по растительных материалам. Вы вот можете видеть, что здесь вот много включений таких растительных, не разложившихся, и никаких мух здесь нету, потому что здесь была изначально в смесь добавлена и метаризиум, и баверия, и триходерма. Поэтому наличие этих грибочков в почве, в этом субстрате для выращивания растений является неблагоприятным для того, чтобы там завелись вот эти самые черные мушки. Ну а если брать просто грунт, никаким образом его не улучшать, то можно получить большое количество этих черных мушек, и кто бы что ни говорил, что это танцы с бубнами, однако эти танцы с бубнами имеют хороший эффект. Ну и вопрос, поливать ли теперь рассаду просто чистой водой, или все-таки туда что-то немножко добавлять. Вот здесь вот у меня, ну может не очень хорошо видно, вот такая вот здоровая почти на 100 литров бадья строительная с водой. Водичка греется, холодную воду ни в коем случае нельзя использовать для полива. В эту воду я сразу же разбавляю сенную палочку, 1 к 100 бактаген по инструкции, и соответственно она у меня стоит, и здесь вот она даже на поверхности, немножечко пленочка серебристая образуется, она здесь даже немножко, ну вот может даже, может даже будет видно, но вот, вот, вот видно эта пленочка сенной палочки, она здесь у меня нарастает в этой аэробной фазе, и вон видите, какой хороший слой, вот, вот, я потревожил, и сразу видно, что это сенная палочка. Я проливаю растение только сенной палочкой, потому что впереди у нас, помните, впереди у нас есть риски черной ножки. И триходерма, и сенная палочка замечательно защищают широкий спектр растений, а ведь не только томаты, перцы от черной ножки страдают, но и также и многие другие растения страдают от черной ножки. Так вот, они замечательно защищают их от этого заболевания, но вы должны помнить, что врагом сенцев на этой стадии является, конечно, резкий перепад температур. И если у вас есть возможность сделать вот такую вот мини-тепличку дома, закрыть, минимизировать перепад температуры, то сделайте это, потому что это будет одно из лучших профилактик, без применения каких-либо средств, профилактик от черной ножки. Что ж, поскольку я в землю добавлял триходерму, и я проливаю сейчас сенной палочкой препаратом бактаген, то черная ножка, я надеюсь, мне не грозит. Если она появится, я вам обязательно покажу, и обязательно буду выяснять причины, почему же она все-таки появилась. Ну и на этой фазе, надеюсь, уход за сеянцами вам понятен. Делайте так, и будет все хорошо и даже замечательно. На этом я прощаюсь с вами. До встречи!